Остановка поселок Ворошиловка. Уехать отсюда можно только на 21 и 24 автобусах 80 маршрутки. Пенсионеры приходят строго по времени. Вот видите, нет автобуса. Он должен сейчас приехать? Он должен 48 минут приехать. Ну, я не знаю, с чем это связано. Это надо у них спрашивать. Конечно, хотелось бы. Во-первых, очень часто они опаздывают. Но опаздывают, ладно, это объективно еще может быть причина, но они вообще не приходят. Если не повезет, они снова разойдутся по домам, чтобы вернуться через час. Зимой на морозе стоять тяжело. Бывает, два рейса не бывает и чего. Это два рейса, это два часа автобус. Ну, хотя бы маршрутку дали еще бы. А то одна и ходит она в дашки. Вот такие дела у нас. Особо не уехать? Да, особо не уедешь. Ситуация с транспортом не лучше. И в центре города, на площади Победы, электронное табло показывает всего один автобус, который должен подъехать в ближайшее время. Никуда не годится, можно сказать. Очень плохо. Сегодня утром ехали, не было рейса. И сейчас вот нет рейса, не знаю, сейчас вот на табло минут через пять должен подойти. А какой автобус ждете? Тринадцатый. Тринадцатый, жду его, нет, вот уже сорок минут, одного рейса не было. Плохо. Ну, редковато бывает, четверка автобуса. Тринадцатый вообще, как-то не вижу, редко очень вижу. Тяжеловато ехать? Да, проблемно. Вот четверку очень долго ждут. В автоколонии 13-10 сейчас идет процедура банкротства. Многие автобусы, которые сейчас работают на маршрутах, уже арестованы приставами за долги по горюче-смазочным материалам. Приставы уже описали более 60 единиц транспорта. Долг предприятий только за ГСМ составляет 21 миллион рублей. Периодически из-за процедуры банкротства в рейс не выходят автобусы. 4 декабря пассажиры не дождались транспорта на первом, третьем, восьмом и десятом маршрутах. На некоторые вышли по одной машине. Пассажиры беспокоят, что будет дальше, потому что на многих остановках, таких как Ворошиловка, автобусы – это единственный транспорт, где действуют льготные проездные.